По городу Воткинску за этот период умерло 224 человека. И это только официальные цифры. Распространение ВИЧ-инфекции продолжается более 35 лет. Масштабы ее приобрели глобальный характер. О них не принято говорить постоянно, ими неприлично хвастать, но без них не обходится ни один гардероб. Минувшие выходные джинсы отпраздновали свой день рождения. О них и поговорим. Для города Воткинска это является огромной проблемой, так как жители нашего города просто безалаберно устраивают свалки. Пожароопасный сезон продолжается. Какие вопросы накопились у горожан по данной теме? В эфире информационная программа «Водкинске» в студии Наталья Влада. Здравствуйте. О самом важном и интересном расскажем вам прямо сейчас. А начнем традиционно с новостей 18-го региона. К концу минувшей недели в Удмуртии от укусов клещей пострадало более 2000 человек. Среди пострадавших 516 детей. В тройке лидеров по обращениям Ижевск, Можга и Воткинск специалисты выявили в 2,5% насекомых возбудитель клещевого энцефалита. Еще в 31% обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза. Главы муниципалитетов будут соревноваться в вязании веников на республиканском гербере. Напомним, что 27-й республиканский праздник пройдет около деревни Пикшур у Винского района 16 июня. В программе праздника ритуальное освещение каши жрецами, танцевальные и музыкальные площадки, конкурсы, концертная программа и многое другое. 1 июня, в День защиты детей, дети до 12 лет смогут посетить зоопарк Удмуртии бесплатно. При этом дети могут пойти в зоопарк только в сопровождении взрослых. Большой праздник на территории зоопарка проходит ежегодно. В этот день парк превращается в территорию детства. Ежегодно в 3 воскресенье мая во всем мире проводится Международный день памяти умерших от СПИДа. Какова ситуация по этому заболеванию в Воткинске? Узнавал и наш корреспондент. Этот день проводится с целью вспомнить о тех, кто умер от СПИДа, выразить солидарность людям, живущим из СВИЧ, привлечь внимание населения к этой проблеме. Так за весь период наблюдения в Удмуртии более 2000 инфицированных человек умерло. По городу Воткинску за этот период умерло 224 человека. За прошедшие 4 месяца выявлено было новых случаев в Удмуртии 443 человека. И большинство из них заразились при незащищенных гетеросексуальных контактах. На 1 мая 2018 года в Удмуртии проживает 10 745 человек с ВИЧ-инфекцией. В Воткинске число людей с этим диагнозом приближается к тысяче. К городу Воткинску за 4 месяца тоже добавились новые случаи. Это 41 человек, из которых тоже большая часть мужчины, меньшая женщины. И первое место как причина заражения, в отличие от республики, как в 2017 году, так и в 2018 году, у нас остается первенство за внутривенным употреблением наркотиков. Медики рекомендуют сдавать анализы на ВИЧ-инфекцию каждые 3 месяца. А лучше всего вести правильный образ жизни, не подвергая себя риску. Лена Рудакова, Валерий Колдомов. В Воткинске. Далее городские новости короткой строкой. О других событиях Водкинска расскажем вам прямо сейчас. Глава Удмуртии Александр Причалов вручил награды «Родительская слава многодетным семьям и одиноким отцам». Среди участников торжественного приема – многодетная семья Соколовых из Воткинска. Вячеслав и Ирина воспитывают пятерых детей. Высокие республиканские государственные награды получили еще 17 многодетных семей и два мужчины, в одиночку воспитывающие детей. С понедельника началась выдача путевок в детские сады Воткинска. Завершится она 8 июня. В 2018 году в дошкольное учреждение города будет выдано 1274 путевки. В основном для детей в возрасте от 2 до 3 лет. Выдача будет осуществляться в отделении дошкольного воспитания по адресу улица Свобода, 56, кабинет номер 1. Операция «Автобус» стартовала в Воткинске. Сотрудники госавтоинспекции проведут проверки автотранспортных организаций и ИП, в том числе осуществляющие коммерческие перевозки пассажиров. Автоинспекторы будут выявлять и пересекать факты нарушений правил дорожного движения, в особенности обращать внимание на перевозку пассажиров сверхустановленного количества управления автобусами-водителями, не имеющими права управления, находящимися в состоянии опьянения, оказания юридическими лицами или индивидуальными предпринимательными услугами, не отвечающих требованиям безопасности. Еще больше новостей ищите на портале воткинск.нет. Там каждый день нужная и полезная информация для вас. День рождения джинсов отмечалось 20 мая. В этом году у них юбилей. Они празднуют 145-ю годовщину. Изначально джинсы были только рабочей одеждой. Сегодня они объединяют несколько слоев населения. В них входят и безработные, и миллионеры. О них не принято говорить постоянно, ими неприлично хвастать, но без них не обходится ни один гардероб. Джинсы 20 мая отмечают свой день рождения. Им исполнилось 145 лет. Джинсы продолжают оставаться, пожалуй, самым актуальным предметом одежды. Время идет, мода меняется, джинс остается в тренде. Причем новаторство дизайнеров касается не только женских моделей. Рука мастера добралась и до мужских. Классические, узкие, с потертостями и без них. Джинсы с разрывами, нашивками и шипами любого кроя и фасона. Они подчеркнут вашу индивидуальность. Нельзя не сказать о модных сегодня джогерах. Это спортивные брюки с резинкой внизу. Такая модель подходит к любому типу мужчин. Мужская мода не обходится без рубашки. Она по праву занимает ведущее место в гардеробе сильной половины человечества. Рубашку стоит заправлять в джинсы, если вы хотите создать образ спортивного мужчины, легкого на подъем. Саша, выходи. Джинсы и рубашка не обязательно должны быть одинакового цвета. Гораздо привлекательнее смотрится сочетание темного низа и светлого верха. Или наоборот. Экстравагантной и модной позиционируется рубашка на выпуск с джинсами. Сегодня это самый популярный вариант среди молодежи. Саша, выходи. Идеальное сочетание джинсов и рубашки поможет создать гармоничный образ. А завершит его обувь под прямые классические джинсы, классические туфли. Спортивная обувь гармонично будет смотреться со свободными брюками. Но самое главное, вам должно быть комфортно и удобно. Поэтому выбирайте те джинсы, рубашку, футболку, ветровку, которые импонируют именно вам. Марина Долисова, Валерий Колдомов. Водкинске. Белые рубашки и брюки для выпускников на последний звонок в магазине мужской одежды «Реал». Улица 1 мая, 106, торговый центр «Золотое кольцо». 21 мая тоже знаменательный день. Например, сегодня военные переводчики, а также сотрудники БТИ отмечают свой профессиональный праздник. Программа продолжит наша традиционная рубрика «Знаменательные даты и события страны и мира». 21 мая 2003 года впервые отмечался Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. Сегодня этот праздник отмечается во многих странах мира, что позволяет людям глубже осознать ценности культурного разнообразия и дает возможность развивать сотрудничество между народами. 21 мая в России, начиная с 2013 года, отмечается День полярника. Это профессиональный праздник, официально установлен в знак признания заслуг людей данной профессии. Эксперты полагают, что учреждение этой праздничной даты позволит повысить престижность работы в Арктике и Антрактиде, а также привлечет к работе в полярных районах высококвалифицированные кадры. В целом, май для Удмуртии тоже знаковый месяц. Именно в мае 1933 года вступило в строй производственное объединение «Ижевский мотоцикл». За 8 предвоенных лет на заводе было выпущено 17 тысяч мотоциклов. За период войны «Ижевский мотоцикл» выпустил 81 тысячу 900 пулеметов «Максим», что составляет 90% всех изготовленных в стране в годы войны «Максимов». К сожалению, пожары – это то, что происходит постоянно в разных уголках мира во все времена года. Наш город, увы, не исключение. Какие проблемы в сфере пожарной безопасности беспокоят горожан? Узнаем в программе. Евгений Сидоров отвечает. Здравствуйте, дорогие друзья. По понедельникам мы, как обычно, отвечаем на ваши вопросы, которые вы присылаете нам на портал воткинс.нет, либо каким-то другим образом доносите до нашей редакции. Сегодня на вопросы будет отвечать начальник пожарного надзора города Воткинска, Воткинского и Шарканского районов Евгений Михайлович Сидоров. Здравствуйте, Евгений Михайлович. Здравствуйте, Александр. Второй раз вы принимаете участие в нашей программе. К сожалению, статистика пожаров неумолима. Каждый год они происходят. Не бывало такого, чтобы они не происходили годами. Но, тем не менее, перейдем к вопросам. Вопрос номер один. Человек с никнеймом «Глаз народа». Что делать с соседями, которые заваливают входы и выходы к подъездам своей старой мебелью? Довольно часто наблюдаемая картина. Сам видел. Все это может привести, к сожалению, в случае пожара затруднить эвакуацию в первую очередь. Также затруднит какие-то проведения спасательных работ нашими формированиями. Ну и, соответственно, увеличит скорость распространения пожара. И в настоящее время в наших правилах противопожарного режима четко прописано, что запрещается складировать мебель, горючие материалы в подъездах, леечных клетках. И, соответственно, если вы видите, что жители вашего многоквартирного дома игнорируют ваши замечания, что они убирают свою старую мебель, вы просто в первую очередь обращаетесь в управляющую компанию вашего дома, чтобы они навели порядок на местах общего пользования. Так как все-таки в первую очередь несут ответственность за это они. Если управляющая компания бездействует или не справляется, тогда вы обращаетесь с письменным заявлением к нам в отдел. Ну и мы, соответственно, будем принимать меры административного воздействия в отношении управляющей компании, в первую очередь за бездействие. А также в отношении виновного лица, который устроил данное складирование. Вопрос номер два. Жители некоторых частных домов устраивают свалки рядом со своим домом. Можно ли их как-то привлечь к ответственности? Перекликается немножко с первым вопросом. Свалки возле частных домов. Для города Воткинска это является огромной проблемой, так как жители нашего города просто безалаберно устраивают свалки рядом со своими многоквартирными домами. Если у них скапливается большое количество мусора, они отвозят его в укромные городские места. Тоже такие случаи выявляем. Самое обидное, даже выявили такие случаи, когда по соседству с детскими садами устраивают свалки. Где культура нашего населения? Просто на самом деле, когда такие случаи выявляются, встает просто обидно за те, что люди не думают о соседях, которые подвергаются вот этому безобразию. И что мы со своей стороны делаем в настоящее время? Мы организовали комиссионные выезды с участием пожарный надзор, с участием администрации. Участвуют экологические патрули, также общественные учреждения во всем этом движении. При выявлении данных несанкционированных свалок, если эта территория муниципальна, соответственно, муниципалитет принимает меры по ликвидации свалок. Если эта территория какая-либо частная, то мы возбуждаем административное расследование, даем определенный срок в отношении виновников, частников, чтобы они устранили эти свалки. И, соответственно, если меры никакие не принимаются, то мы со своей стороны будем принимать административные меры воздействия. Штрафы в настоящее время варьируются до 4000 рублей. То есть, если частник, если лицо устраняет в ближайшее время данные свалки, то он обходится предупреждением, если нет, то обходится штрафом в размере до 4000 рублей. Третий и пятый вопрос перекликаются, поэтому мы зададим одновременно оба. Немного непонятно, когда и где можно жарить шашлыки на природе. Уточните, пожалуйста. И пятый вопрос. Законно ли сжигать собранный мусор на городской территории? Иногда нечем было дышать на улице. Да, на самом деле вопрос очень актуальный. Нам постоянно звонят, постоянно спрашивают, можно, нельзя, как правильно установить мангал. Здесь я хочу пояснить, что с 15 мая на территории нашей Удмурской республики введен особый противопожарный режим, который запрещает разведение костров на территории лесов всей республики. То есть никаких мангалов, никаких открытых горений допускается в разведение, приготовление в мангалах и в специально оборудованных местах. Но, к сожалению, у нас специально оборудованных мест ни на территории города, ни на территории района нет. Поэтому давайте не будем путаться, пока действует особый противопожарный режим, а он будет действовать до тех пор, пока у нас будет держаться сухая устойчивая погода. Еще раз повторяю, введен полный запрет на разведение костров. Поэтому никаких мангалов, никаких костров не должно быть на территории лесов. Все, что касается территорий частных домовладений, территории СНТ, здесь также введен особый противопожарный режим, он введен главами муниципальных поселений. Объединим четвертый и шестой вопросы, также они примерно на одну тему. Могу ли я как-то лично убедиться, что здание или торговый центр является надежным с точки зрения пожарной безопасности? А то в свете недавних событий в Кемерово стало страшно за себя и за близких. И шестой вопрос, как раз последствия того самого события. Что показала проверка торговых центров нашего города? Закроют ли какие-нибудь из них? После трагического пожара, произошедшего не так давно в городе Кемерово, государственным пожарнадзором и прокуратурой проведены проверки объекта с массовым пребыванием людей. На территории города также нами проверены основные массовые заведения. Здесь хотелось бы отметить, что замечаний было выявлено огромное количество практически во всех заведениях. После проведенных проверок большинство объектов уже приведены, пусть скажем, не в полном объеме, но уже в наиболее безопасном состоянии. Общей фразой получается так, что объектов, которые несут угрозу жизни, на сегодняшний день у нас нет. Тот объект, который был направлен на временное при становлении деятельности, он уже практически полностью приведен в соответствие. Там также большинство замечаний, которые наиболее значимы, они по информации, представленной от руководителя объекта, после проверок, они уже устранены. Седьмой вопрос. Какие меры безопасности будут приняты после пожара в магазине, где задняя стена загорелась из-за горящего мусора в баке на прошлой неделе буквально случилось? 15 мая текущего года в центральном районе нашего города произошел непростой пожар, который заставил стрепенуться опять же всех жителей нашего города, кто проживает в центральном районе. У нас произошло возгорание одного из торговых центров. Причиной возгорания послужило складирование горючей тары в заднем дворе торгового центра. Что касается принимаемых мер с нашей стороны, мы будем привлекать к административной ответственности лицо, виновное в складировании данных горючих материалов в заднем дворе торгового центра. Соответственно привлекать еще и собственника объекта, так как в ходе тушения также были выявлены замечания по пожарной безопасности в самом здании. Данное замечание мы тоже учтем. То есть будет дан определенный период времени, чтобы данный объект полностью привели в соответствии требования пожарной безопасности. Спасибо, Евгений Михайлович, за развернутые ответы. Это была программа с ответами на ваши вопросы. Всего доброго вам. До свидания. А на сегодня это все. Впереди вас ждет прогноз погоды и гороскоп. С вами была Наталья Влада. Увидимся в Воткинске. Продолжение следует...